Осторожно, кишечная инфекция. В последние две недели в инфекционную больницу ежедневно поступают от 30 до 50 пациентов с такими заболеваниями. 80% больных – дети до 3 лет. Заболевание, как правило, у всех протекает с признаками интоксикации. Дети высоко лихорадят, находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в проведении инфузионной терапии. Поэтому ребенок очень быстро теряет жидкость. Поэтому для того, чтобы ее восполнить и не было никаких осложнений, желательно в первые часы от момента заболевания обратиться к врачу. Чтобы уберечь себя от острой кишечной инфекции, врачи рекомендуют не покупать скоропортящиеся продукты на стихийных и уличных рынках и чаще мыть руки. И напоминают о первых признаках заболевания. Как правило, это высокая температура, рвота, боли в животе, жидкий стул. У некоторых пациентов бывает боли в животе, жидкий стул, без температуры. Еще у кого-то бывает только жидкий стул и высокая температура. То есть вот те симптомы, которые я назвала, это признаки острой кишечной инфекции. Подробнее о том, какие продукты попадают в зону риска и могут вызвать острую кишечную инфекцию, смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой в 20.00.